Здравствуйте, дорогие! Как мы и хотели, мы встречаемся в самый канун Роша-Шана. Роша-Шана у нас будет быть Рат-Ашем завтра вечером, и ближе уже не может быть. В нашей сегодняшней лекции я хочу говорить о том, что с точки зрения хасидизма является важнейшим пунктом этого праздника. В прошлых уроках и лекциях мы тоже задевали эту тему, но не так, как я хочу ее развить сегодня. А хасидизм, как всем известно, толкует действительность, он не толкует фантазии, а именно действительность. Талмуд говорит нам, что Всевышний обратился к нам на Роша-Шана и говорит так. «Скажи передо мной слова, темы которых Верховная власть, поминания и шофар». То есть мы должны определить себе Верховную власть и воспоминания всякие, полезные для нас и для Всевышнего, и короновать Всевышнего, воспоминания, чтобы я навсегда запомнил. А Всевышний нам говорит, каким образом я смогу это запомнить навсегда, когда Ваше коронование меня будет сделано шофаром. И тут вопрос, почему Всевышний вообще обратился к нам с тем, чтобы мы его короновали? Ведь он был коронован самим собой до сих пор и дальше. А хасидизм подчеркивает, что именно коронация Всевышнего – это центральная тема Роша-Шана. Это главная тема Роша-Шана, ибо она является основой нашего возновления отношений со Всевышним, который бывает только в Роша-Шана. Ведь, как мы уже говорили об этом раньше, Всевышний в Роша-Шана подводит итог. То есть, в Роша-Шана его рвение и желание оживлять все миры и все происходящее урегулировано так, что это автоматически вознабвится. Это зависит от каких решений, которые последуют из сделанного им баланса. А кто дает материал на этот баланс? Материал даем мы в течение целого года. И сейчас он подводит этот итог. Но мы уже знаем, что итог будет правильный. Почему мы это знаем? Потому что именно он сказал нам – коронуйте меня. И мы же хорошо знаем, что если мы в это войдем, и мы будем его короновать, то он согласится. И не только общество наше, как еврейского народа или других народов, а именно как каждого отдельного из нас, как каждую отдельную личность. И для этого мы делаем все, чтобы Всевышний принял нашу коронацию, включая все приготовления, которые были в месяц Илул и так далее. Принятие Всевышним этой коронации образует прочную, обоюдную связь между нами и им. Как сказано, ибо мы твой народ, а ты наш царь. В момент коронации мы одновременно избиратели и избранные. И мы с трепетом возвышаемся к самому престолу нашего владыки. Прямо к самому престолу. Это возвышение и почти прямое прикосновение к Богу нам дано только раз в году. Именно в Рошашана. И это глубоко духовная церемония. Это не церемония, которая зависит от каких-либо ритуалов или каких-либо... Хоть все ритуалы, они очень важные, очень великие. Это духовная связь, которая образует сильнейшую эмоциональную связь. Наши прегрешения и другие проблемы являются второстепенными и маловажными. Как говорил Ребе, несмотря на то, что Рошашана является введением и началом десяти дней покаяния, а в Рошашана таханун не читается. Это так, потому что союз с Богом, который человек ощущает через коронацию, пронизывает Иоанн его настолько глубоко, что независимо от того, насколько сильна его мука из-за своих прошлых действий, эта мука сводится на нет его всепоглашенным чувством трепета перед Всевышним и перед возвышением его самого к близости к Всевышнему. И если мы перейдем на язык шофара, шофар, можно сказать, не выражает никаких букв, никаких нот. Шофар – это простой звук, изданный не из какого-нибудь музыкального инструмента, а из рога животного. Простой рог живого животного. Имеет кое-какие звуки, которые нужно трубить в него, но это настоящий рог. Символизует обращение человека и его души на духовном языке душ. Это как одна душа обращается к другой душе. Совершенно без всяких инструментов и без всяких выражений, потому что нет формулировки, которые можно словесно объяснить вот эти чувства. Как мы уже учили в Хасидуте, это называется обращение обращение самой сути, самая верхняя частица еврейской души к самому верхнему, к верхней степени Всевышнего. Обращение ребенка к отцу, так это достигает тех степеней, пробуждает в родителях то, где поведение ребенка становится второстепенным. Не важно, какой он. И не важно, что было с ним вчера. Может быть, отец его, был зол на него, и он расследил отца, он напакостил ему, нарушил его постоянный образ жизни и мышления. Но вместе с тем он сейчас находится в такой степени в связи с сыном, с ребенком, что там все это не занимает места. Это одна суть. Одна суть. А Всевышний нас на каждом шагу называет Баниматем. Сыновья вы мне. Мы его дети. И поэтому мы являемся одной сутью. И поэтому главное у нас вознабвить с ним вот эту связь именно на этом уровне. Она же вознабвляется каждой Рошашана. Каждой Рошашана Всевышний определяет, что будет с растениями, что будет с морями, с океанами, что будет с горами. И потом, что будет с людьми, естественно, и с каждым человеком отдельно. А тут идет речь о нас, что мы намного-намного выше, если можно так определить, чем все вот эти суждения, чем все вот эти расчеты. Мы над всем этим. Но в какой степени мы над всем этим? Не в той степени, что мы можем делать все, что нам угодно. А наоборот, с тем, как мы поднимаемся выше, выше степень, там выше обязательства наши. Всевышний возложил на нас бремя выполнения его заветов. И мы приняли это с радостью. На горе Синай мы кричали «На Севанишма!» Мы принимаем это. А потом будем изучать и думать. Но с самого начала приняли это. А какое обращение было на горе Синай? Как это было выражено? Там же было несколько миллионов человек. А что сказал Всевышний? «Анухи Ашем Элу Кеха!» «Я твой Бог!» А не Элу Кейхэм! Он же мог сказать Элу Кейхэм! Множественное число. Но он сказал Элу Кеха. Почему? Показать, что его связь с нами это есть связь с обществом, да? Но данная связь главным образом сказывается в связи с личностью. Индивидуальная связь с каждым из нас. Каждый из нас имеет значение и не только что значение, но имеет влияние на сотворение всего мира, который обновляется в Роша Шана. И вот это мы должны запомнить. И мы должны знать, какую ответственность мы взяли на себя. А Всевышний ожидает от нас, чтобы мы именно нашим выбором это взяли. Чтобы мы осознали, чтобы мы осознали всю тяжесть вот этой ноши и всю ответственность. Мы отвечаем не только за себя и не только за нашего соседа. Мы отвечаем за весь мир. Потому что если Всевышний, как говорит Маймонит? Маймонит говорит, что каждый человек должен сделать расчет такой, что мы взвешиваемся каждый день на чаши весов. На весы ставят нас, его, человека. Что ставят на весы? Ставят грехи и ставят заслуги. Ставят митвот, который он выполнял. И он должен видеть, что чаши равны все человечество, все люди и все их действия, они сравнялись. осталось только одно, его действие. Если он добавит в положительное, то эта чаша возьмет, а если он добавит, не дай Бог, в отрицательное, то эта чаша уйдет вниз, и тогда все. Вот так это объясняет Маймонит. И вот мы сейчас находимся в этот момент, где Всевышний очень-очень хочет, чтобы мы сами выбирали, чтобы мы не говорили, что он нас заставил. Он нам преподнес это таким образом, что мы и сами избираем и являемся избранными. Всевышний всю эту игру отдал нам. Все, что его интересует во всем этом пространстве, что называется наш мир и все духовные миры, которые были созданы ради этого мира, все это было создано для того, чтобы мы могли служить Всевышнему именно таким образом, чтобы нам не сдавалось это легко, как подарок, а чтобы мы сами избирали, и чтобы мы сами несли ответственность, и чтобы мы это вели осознательно, совершенно сознательно, осознаваемо. И вот что получается? Получается, что в Рошашана, если мы правильно поймем суть Рошашана, что эта суть, рождается новый мир. Как мы говорим в молитве Рошашана, Айом Гарат Эй Олам, сегодня зачатие всего мира. Именно сегодня. Айом Гарат Эй Олам. Так это, если мы спросим кого-то, ну спросите любого еврея, гражданина, который сведущий в чем-то, он скажет, что значит Рошашана, это судный день. Ну так, и это судный день, потому что сначала написано, Айом Арат Олам, зачатие, а дальше следующее предложение, Айом Ямод Бамишпат, Айом сегодня предстанут перед судом все сознания мира. И дальше там просьба, мольба, им кебанием, им кебавадием, либо мы стоим перед тобой, предстанем как сыновья, как дети, либо как рабы, в любом случае, жалься над нами. Это не главное. Главное, чтобы мы сумели подняться намного выше вот таких суждений, чтобы мы могли подняться там, где находится сама суть Всевышнего, а это именно в коронации. Поэтому хасидизм, разбирая все это, доходит до того, что мы должны это осознать, и нам даны все возможности это осознать. У нас есть, у нас имеются все антенны для того, чтобы мы эту музыку схватили. У нас есть все. Наши души, наша суть переговаривается с сутью Всевышнего. У них все время есть частоты, на которых они встречаются. Не всегда мы это чувствуем. Как, например, перед днями Роша Шана, перед днями трепета ходят евреи, многие, и волнуются. Они переполнены такой возвышенных каких-то возбуждений. А Роша Шана, что делается в синагогах и вокруг синагог. Люди волнуются. Все это, потому что наши души получают получают волны от тех передатчиков, которые находятся наверху. И потом, постепенно, постепенно, когда все переходит уже в Йом-Кипур, начинаются вот эти дни, дни трепета, когда мы уже говорим о грехах, упоминаем о прощении, искуплении, то есть, когда мы уже в Роша Шана дошли до степени того, что мы выше всего, потом мы начинаем опускаться и говорим так, ну, нам нужно сделать три вещи. Тфила, Чува и Сдакал. Тфила, Чува, Сдакал. Чува, это мы делаем себе, даем отчет, начинаем разбираться в том, как в недрах нашего поведения, в недрах наших чувств, и мы начинаем понимать, где мы что-то не доделали, где нужно добавить, а где нужно уменьшить. Тфила, это соединяет нас со Всевышним настолько мощно, что мы в любой день, особенно по субботам, можем полностью сконцентрироваться и сконцентрировать свои мысли на близости Всевышнего, на значение всего того, что мы знаем, на значение этого мира, как он был создан, по каким причинам, какие были замыслы Всевышнего, и все это мы познаем ежедневно. Наша Тфила, как вы знаете, наша молитва, она не просто говорить слова, и даже не просто понимать перевод, должна быть кавана. Что такое кавана? Это замысел, это тема этой молитвы, тема души, внутренняя суть, мотив. И после того, как у нас есть уже чува, и вот эта молитва нас совсем сблизила со Всевышним, тогда можно перейти к сдакалу. А что такое сдакал? Сдакал символизирует наше влияние на окружение наше. влияние на наших друзей, на наших близких, на все человечество, с которым мы встречаемся и сталкиваемся. И вот эта близость ко Всевышнему, она настолько пронзила нас, что когда мы даже уходим в будние работы, когда мы уже не в синагоге и не молимся, мы сейчас на работе, кто-то работает на физически трудной работе, кто-то не знает, что ему делать с деньгами, а кто-то у кого-то нету на сущный на хлеб, мы должны быть намного глубже, потому что на самом деле богаче нас нет на свете, мы очень богаты, мы богаты вот этой энергией, которая в нас заложена, наша сущность она богатая, нам нельзя ею пренебрегать, мы должны этим считаться, и тогда мы удостоимся таких благ, которые сможет оценить любой, любой человек, а именно под наш вкус, все будет сделано так, что мы в нашем теле, в нашем материальном мире вдруг увидели величие Всевышнего, что он является царем всего, и не просто так царем, он дает жизненную энергию всему существу, и как это происходит, мы можем это почувствовать в молитве, мы можем это узнать из изучение хасидизма, кабалы, там все во всех деталях описано, где все это начинается, это все начинается от того, что мы должны принять на себя Всевышнего как царя, короновать его, и возвыситься к нему до той степени, что мы почувствуем, что он главный, и что все остальное это мизерно, все остальное это второстепенно, а главное наша близость со Всевышним и каждого из нас отдельности, мы совершенно отдельно служим Богу в этом отношении. В завершении коронации наше отношение со Всевышним переходит на более повседневный порядок, который заключается в принятом нами выполнение заветов. Это мы приняли в полном сознании принятия на себя законов Всевышнего, тогда человек переходит к рассмотрению дальнейших аспектов и умеет это обратить в каждодневную жизнь. Вопрос личного отношения с Богом, ибо наше отношение с Ним как народа и как всего человечества является совокупностью личных с Ним отношений. Поэтому, если мы хотим исправить мир и приблизить приход Мешиаха, мы должны начинать с себя, своих личных выборов, ведь на себя мы имеем реальное влияние, а на том, что происходит в мире, это уже не наше. И поэтому все происходит именно так, чтобы облегчить нам, нам даны Чуват, Фила, Здака, а также исключительно в Рошашана, Шофар. Желаю вам, чтобы вы радостным трепетом участвовали в приближающейся коронации и были записаны в книгу жизни на очередной сладкий год. Закончим эту песню. Подходит на Рошашана песня на русском языке. Слова песни таковы. Наши крамки на улицах без клямки. Крамки это магазины наши, лавки наши. на улицах без клямки. Клямка это замок, крючок, замок. Значит, открыты магазины, можно торговать. Вопрос, а что у вас, то есть, чем вы торгуете? Мы торгуем тику баходыш шофар. Трубите в месяц шофар. Это цитаты из молитвы. Какой месяц? Седьмой. Седьмой месяц. Месяц тысячи, это седьмой месяц. Наши крамки на улицах без клямки можно торговать, можно торговать, можно торговать. Эй, что у вас, тику, баходыш, баходыш шашвей, шувой сроем. Ай, 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 дай, дадам, это есть торговля наша. Ай, ряй, дам, ай, лай, дадам, мам, 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 эй, най, най, ой, дай, 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 ряй, лай, ларям, ла, 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 эй, дай, дам, ай, дай, дам, ай, лай, ларяй, ай, 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 что у вас, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok